доброе утро всем я тут уже приготовила территорию для работы но позвать татьяна сказала что опять какая-то фигня с автобусом и в общем сегодня же праздник а вот и поэтому опять с автобусом не то в общем ниху не пошел автобус ты поешь туда и такой поешь деловой с утра пораньше какая красота гераника моя посмотрела вроде бы эти как они называются но открытый магазин или не открытый там лидл вот такие все вроде бы как открытый кроме меркодона меркодона это испанская сеть магазина поэтому они всегда все праздники закрыты но такие национальные но зато лидл это германский они немецкий магазин аль кампу даже не знаю какой тоже там в общем пойду пошатаясь сейчас пойду с чарли тогда позавтраку я же не завтракала ждала танюху думаю я ее подстригу потом мы пойдем позавтракаем с ней где-нибудь как я говорю мы смеемся как сеньора но видите все по-другому жизнь по-другому все чертит так вот мы сидим какое прекрасное утро сегодня не пасмурно хорошо я когда проснулась где бы 8 часов было 17 градусов представляете пока я встала сейчас уже девять десятый час уже 19 20 градусов ты поя не пипикой смотрит тем не поет не поет когда кто-то сидит не поет в гордом одиночестве поет так что вы же такой сворачь у меня тут что-то прям все в земле надо убраться то если ветер поднимет все улетит нахрен вся земля будет на полу пылесосик вон там в общем вот такие вот у нас были планы одни стали другие ну ладно что поделаешь я она там говорит же разбираться с автобусами почему они не ходят вот так танюши нужны права сколько раз мы тебе говорили надо учиться на машину научение прав так вот сел и поехал куда тебе надо но я пойду сегодня пешком хочется прогуляться так как я не буду покупать чего-то там много так хочу сырку кое-какого купить еще что-нибудь погулять посмотреть дома интересно сидеть скучно я думаю что в центре все магазины закрыты такие вот малень но с одеждой все все всеми делами чё ты зеваешь то чё ты зеваешь то сладкие мои рыбка у тебя как зевает и зевает и зевает видите как он на вас смотрит как он на вас смотрит как будто знает что вы там привет вам передает но любовь моя неземная пошла завтракать ухожу на такую коммерческую улицу посмотреть эти закрыты магазин там мансири открыты кое-какие закрыты вот такие открыты но на улице народу чуть никого нет переходим дорогу в неположенном месте но радужник никого нет поэтому чё нам бояться видеть пустота такие магазины закрыты хотя могли бы под заработать не знаю я знаю невада открыта сто процентов я посмотрела там все лимонут сейчас туда сегодня там будет наверное народу трындец не протолкнуться потому что нас вот видите все право человека друзья это право человека на отдых право человека на отдых когда все отдыхают работники магазина тоже должны отдыхать не что иное хорошо а и и и и и и и тут вот видите у нас такие пятачок есть где магазины большие этот открыт смотрите какой интересный зерк во-первых со светом во вторых он так открывается и там можно что-то хранить это для этих ну короче для бижутерии прикольно до 23 евро стоит классненько рассматриваю все для дома и для семьи друзья я уже пошаталась такую выгодную покупку себе сделала вы не представляете даже не ожидала вот я везде пошатался в киабе и в лидл и вот этот вот магазин как он без называется в общем сейчас домой приду вам кое-что покажу я так рада вообще вот так что все нагулялась пыталась набрать ничего такого много-много но знаете не брала даже тележки потому что если возьмешь тележку что все пиши пропала я потом не дотащу до дома так что вот нагулялась время у нас сейчас сколько время полдвенадцатого как раз в 12 домой приду и все нагулялась нас вот тут вот труд новый район вот этот за буквально три года поста построили представляете прям вот у нас там целый район красивый такой у нас племянники ну племянник женой мечтали все купить в этом районе квартиру и они ее купили там вот там ноябре потому что за этим домом еще строится дома за три года представляете целый район построю что там за мной бежит сегодня в длинном платье но оно такое легкое поэтому хорошая погода классно ветер с моря дует на море что сегодня сходить я хотел вообще по полям ну такой морской ветер дует что хочу на море иду и не нарадуюсь и думаю боже кто ввел в моду кроссовки именно не как спортивную одежду а как на выхода это же вообще кайф идешь себе хоть 5 хоть 10 километров и все и кайфуешь мой ветер тепло сегодня прям вообще не нарадуюсь а раньше меня лет шесть назад не одних кроссовок не было никаких не спортивных никаких сейчас я из них не вылазил как так вообще у нас вот этот вот фонтан вы его не видите строили где-то полгода наверное смотрите здесь намечается какое-то перед мероприятие во первых наверное открытие этого фонтана стены он там красивый как-нибудь с вами пройдем посмотрю и вот смотрите военные в параде парадном настроении скажем так полиция но народ конечно немного ну вот эти всякие там власть а вот видите вот такой красивый сейчас пустят этот фонтан там вот небольшая сцена видите какие красивые мужчины стоят в общем так праздник у нас даже в меру полиция стоит в общем все как надо я домой пошла крюк дала чтобы вам показать теперь домой идут те люди все красивые идут нарядные это наверное власти власти идут вот в таких парков у нас их много кстати по городу дедушки сидят дедушки рядом нет бабушки не рядом с дедушкой потому что они бабушки кушать готовят бенетон люди по выползали на улице парке прям вообще народу столько много не прошла сейчас парк в общем все по выползали проснулись вот смотрите а я иду шагаю по москве и я пройти еще смогу люди отдыхают это вы знаете зачем стоят очередь вот там зачу нас и так и такая жареная масса там продают шоколадом жидким таким шоколадом горячим шоколадом уйти господи ты такая прелесть все в аптеку что ли зайти мне там кое-что надо купить в общем смотрите что я в лидер купила самая главная покупка это вот такой вот лосось здесь почти килограмм 960 грамм в общем смотрите он стоил 13 43 13 43 мне сделали ну это вот в килограммах видите 13 99 килограмм стоит это тянуло 13 43 мне сделали чит сначала 4 евро скидку потом еще 283 скидку потому что ну и мы ему не сегодня завтра уже кирдык капот вот и поэтому вот видимо скидка обещала быть только 30 процентная вот 283 на кассе я обнаружила еще одну скидку 403 короче этот кусок у меня вышел здесь больше чем половина в цены в общем мне кажется замечательный 6 43 663 мне вышел вот этот почти килограмм отборного потому что здесь не косточек нет ни головы я в меркадоне иногда беру сейчас он тоже там дорогой сальмон чуть около 9 евро килограмм но там тебе полголовы дают кости разные а тут вот на и чистейший я сейчас его половина засолю а половина делаю стеки и в общем ему не будет времени кирдык мордык это откуда атлантический норвежский декре ну то есть это не низ не сальвахи не дикий а выращенный на не все сейчас рыбы выращены поэтому редко какую найдешь чтобы прям из моря я имею ввиду такую сальмон или лишь такие а вот обычную ты рыбу да у нас с моря с морем ветер дул со моря ветер дул или как там дела еще в лидоле вот такой вот творожок что-то у меня голова сегодня болит непонятно почему стал уже с головой 89 копеек зернистый творог рикотта вот никогда не пробовала рикотта что за рикотта такая на кого она похожа вот попробуйте дела рубль 19 стоит итальяну не знаю что за рикотта я думаю что-то 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 с чем-то связано ну шпинат 95 копеек и взяла вот такой вот удон лапша мне очень понравилось подруга мне посоветовал помните недавно делала в лидоле тоже вот по евро а валькамп он довольно таки дорогой вот этот вот лапша удон потом я взял зашла взяла там вот такие пакеты я думаю ну они конечно качество получше но не такие большие как бы мне хотелось ну ладно но зато они хоть потверже такие 20 штук взяла вот такое оливковое масло потому что ну вот иногда на сковородку хочется брызнуть прям совсем чуть 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 я вроде сейчас как буду выходить не уже из этой диеты ну на правильное питание так вот как на правильное питание буду как все ну по крайней мере в инстаграме все такие все все куда не глянешь все на правильном питании вот я тоже буду и в общем у меня я в субботу куплю кое-какой аппарат валди привезут кое-какой аппарат а вот так что кто не подписан обязательно подписывайтесь я уже сказала мужа чтобы он там наша ваша на шабашил мне полтинничек вот что мне к субботе нужен полтинник будет ну чтобы не своих знаете там это заначки или еще что-то своих честно заработанных пускай говорю на шабаши мне пожалуйста полтинничек к субботе вот и там не то что масло надо мало можно конечно вот этим вот помазать но иногда знаете налью на сковородку и много в общем 2 евро стоило вот это масло я думаю она мне долго будет служить верой и правдой я вчера достала одну и вот такую сумку вот собачкой чтобы нести потому что если пакет оброчный брать он не вешается на плечо а знаете в руке вот так нести вот так постоянно неудобно это на плечо повесил и пошел ну и собачка симпатичный как вам мне кажется очень даже симпатичный собак у меня то будет суп еще я вчера рыбу достала сейчас мужу пожарю рыбу но может быть и у него пару штук сопру даже нет себе сделаю может быть в микроволновке чтобы это ну правильно питание все дела а сальмон сейчас засолю а 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 где там красивая около а а и все в общем вот такая соль у меня есть в микро до не покупала она специально для что бы солить лосось но она для меня эта соль слишком сладкая и здесь соль сахар и даже дым копченый такой выходит я где то третьей части насыпаю вот этой соли, а третья часть обычная крупная соль, которую у меня не оказалось. Мужу заказал, он вот только сейчас принес. А вот. Мы уже победили, все дела. Надо ее зоныкать до следующего раза. И все. Вот так вот. Укроп обязательный атрибут в солении сальмона, лосося. Отправила на сутки в холодильник. Вот так вот. И завтра, через 12 часов, я его достану, промою, заверну в пластик или там в это, в пакетик одноразовый и отправлю в морозилку. И все, где-то 24 часа в морозилке побудет. И можно уже употреблять. Так что вот так вот насолила себе сальмон. И даже на две порции у меня хватило просто стейки. Ну, хвостовую часть я пустила на стейки. Классно. Я прям, знаете, думаю, подумываю, хоть еще ехать в это, в Лидл за такой тушкой, потому что очень дешево и сердито там, ни костей, ничего. Ну, на коже, естественно. Ну, куда мне обожраться, не жить. Я уже погуляла. Сегодня не ходила на море. Пошла по полям. Что-то ветер какой-то поднялся, холодненький такой. Не сильно, но такой дует. И, в общем, по полям пошла. По полям, по морям. Масочку, как вы видите, нанесла с этой маской. Надо вот так лежать, чтобы все морщины вот так вот туда, вот туда, вот туда, вот разглаживались, чтобы все у меня лицо было, как у куклы фарфоровой. Вот. Пока она не застыла, могу с вами вот так поболтать. Мне вообще эта маска очень нравится. Она в Примори покупала. Такая она застывает. Ее можно пленкой отделать, отдирать вместе с кожей. А не можно, а даже нужно. Потому что так в инструкции написано. Нужно ее смывать. Поэтому я всю эту маску, я сейчас лицо умыла этим мицеллярной водой. Потом я почистила пилингом. И вот этой вот четкой. И вот нанесла масочку. А потом сейчас через полчасика, или пока высохнет маска, пойду потом уже в душ принимать банные процедуры. А вот. Ну, сейчас в Ютубе посижу, посмотрю что-нибудь, пока она застывает. И вот так. Вот такие вот у нас вечерние дела. Гламурные. У меня такое ощущение, у меня всегда понедельник, как будто воскресенье. Потому что, ну, на работу мне завтра. Всем людям, как людям в понедельник, а мне вот завтра. Что-то, знаете, неохота. Неохота на работу. Уже все надоело. Мне эта работа... Да, бывает и такое. Моя любимая работа. Не хочу на нее. А потом, знаете, дня 3-4, если без работы, то уже хочу. Ну, это, наверное, у всех. Какая бы любимая работа ни была любимой, она все равно рано или поздно надъедает. Ладно, хватит философствовать. Пойду посмотрю, потому что маска начинает застывать. И уже трудно разговаривать. Не знаю, как вот люди, которые делают пластику, вот это вот все утягивают, подтягивают, что потом они даже не могут смеяться. Я человек эмоциональный, люблю смеяться, улыбаться. И пускай лучше у меня морщины будет много, но я не буду вот так ходить, вот как робот. Без улыбки. От улыбки станет всем светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. Следующий раз. У меня сейчас она не получится. Ну все, я чистая. Даем сейчас грейпфрут. Сделайте какой-нибудь чай. С вами буду прощаться до завтра. Всего самого на лучшего. Встретимся с вами завтра на работе. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok